Медиагруппа «Авангард» представляет у вас, как вы себя чувствуете, готовы ли вы поаплодировать этим гладиаторам, которые сегодня будут рассказывать на сцене. Давайте сделаем. Да, спасибо большое. Мне выпало честь вести секцию, которая называется «Промышленный сок». Почему для меня это интересно? Ну, потому что я в том числе являюсь там тем человеком, который в этом разбирается в какой-то степени, да, и данные процессы организовывал с нуля начиная с 2016 года. Довольно увлекательное мероприятие. Я очень рад, что организаторы этой конференции как раз-таки начали выделять промышленные соки в отдельную какую-то сущность, потому что до этого всем казалось, что сок – это просто система организации, она не зависит от процессов компании, и если в финной организации, собственно, существует сок, то так это бы «Ох ты, ничего себе, кто-то появился». Здравствуйте, а вас как зовут? Максим. Очень приятно. Хорошо. Так вот, как раз-таки именно этот момент меня больше всего интересует. Чем отличается наш промышленный сок от других схожих образований в других отраслях? И давайте как раз-таки попробуем совместно в этом разобраться. А начнем мы с уважаемых коллег, которые сегодня пришли вместе. Это Антон Кокин и Алексей Разумов. Не все сценарии одинаково полезны. Начинается их доклад. Раз, два, три. Добрый день, коллеги. Меня зовут Разумов Алексей. Я руковожу отделом аналитики инцидентов антрисов компании «Ростелеком Соллар». Сегодняшнее выступление я проведу вместе с Антоном Кокином, представителем компании «ТМК», которая на протяжении уже нескольких лет является потребителем нашего сервиса по мониторингу и выявлению кибератак. Я расскажу про сценарии выявления инцидентов ИБ, подходы к классификации, варианты настройки и управления сценариями, а также поделюсь нашей методикой выбора и запуска сценариев на инфраструктуре. Антон со своей стороны поделится практикой применения такого подхода на инфраструктуре «ТМК». Антон, предлагаю тебе начать. Да, спасибо, Алексей. Пару слов про «ТМК». Мы делаем трубы, мы лидер в этой области, по крайней мере, в России. И, как Алексей озвучил, мы уже два года строим СОК совместно с компанией Ростелеком Solar на гибридной основе. Об этом я рассказывал в прошлом году на СОК-форуме. И, соответственно, мы считаем, что уже можем делиться каким-то опытом в этом направлении. Есть мнение у многих коллег, кто начинает, подходит к этому процессу, в том, что сценарий, ты можешь купить какой-нибудь продукт, в котором есть контент, и запустить его по умолчанию. Либо ты можешь даже воспользоваться таким опытным партнером и потреблять их экспертизу, и все это из коробки будет работать. В жизни это не так, это не работает никогда совсем. Любой сценарий, любой технический процесс нужно доводить под свои бизнес-процессы, которые есть в нашей компании. Ну и, соответственно, экспертиза в этом вопросе в первую очередь у уважаемого партнера. Я Алексею как раз слово передам, он расскажет, как мы выбираем сценарий. Да, чудес, к сожалению, на самом деле не бывает. Сценарии коробки работают крайне редко. Давайте теперь поговорим про классификацию сценариев появления инцидентов. Верхнеуровнево все сценарии можно разбить на три крупных блока. Первый блок – это детекты конечной детерминированной активности. Это либо целевые единичные события, либо короткая цепочка корреляции. В запуске процессов РАД, обнаружение в лавре до антивирусного ПО все эти примеры как раз относятся к данной категории сценариев. Второй блок – это сценарии по выявлению пролонгированной по времени активности. Это детекты на превышение порогового значения какой-либо метрики продолжающейся активности. Например, бродфорс учетных записей или детекты по выявлению сканирования нашей сети. При этом пороги могут быть как статическими, так и динамическими, плюс, возможно, анализ и проработка различных математических моделей по определению актуализации пороговых значений. Третий блок – это профилирующие сценарии. Это те юзкейсы, в рамках которых сначала собирается и анализируется профиль активности, а затем детектируется отклонение от согласованного профиля. В качестве классических примеров можно привести профилирование, аутентификации, вайт-листинг, запускаемых на хостах приложений, профилирование сетевого взаимодействия и так далее. При этом важно отметить, что с каждым последующим блоком сценариев увеличивается сложность как запуска этих сценариев, так и сложность обработки инцидентов, выявляемых сценариями. Ну и отдельным блоком можно назвать сценарии тратхантинг, целью которых является изучение, анализ и проработка различных гипотез по выявлению новых атак и новых угроз. В случае успешной проработки данные сценарии могут перемещаться в основной набор наших сценариев. Дополнительно для каждых сценариев доступны различные форматы обработки и доставки информации об инциденте. Давайте попробуем посмотреть на наиболее популярные форматы. Это классический формат расследования и оповещения силами инженера первой линии. Это автоматизированный алерт, который может формировать и отправлять, например, CM-система. Это ретроспективный анализ активности силами выделенного аналитика. Ну и, наверное, не менее классический формат в виде регулярного отчета, который может отправлять либо, опять же, CM-система, либо какой-то дополнительный внешний репортер. Дополнительно мы можем управлять скопом функционирования наших сценариев, которые по умолчанию работают на всей инфраструктуре. Например, мы можем гибко управлять значениями уже выше упомянутых порогов. Есть возможность ограничить работу сценария исключительно критичными учетными записями, критичными хостами и так далее. Также мы можем детектировать потенциально опасную активность исключительно в нерабочее время. Ну и так далее. Давайте посмотрим на то, как данными возможностями пользуются коллеги из ТМК. Алексей затронул такую очень важную тему, как критичность. Коллеги, вот здесь присутствует много коллег по отрасли. Я давно интересовал такой момент. Вам приходится в работе постоянно определять, что у вас есть в сети критично, а что нет. Как-нибудь мне просигнальте, пожалуйста, чтобы я понимал, вообще эта тема актуальна, не актуальна. Мне важно. Смотрите, почему это важно? Я сейчас передам. В первую очередь, надо постоянно понимать во всех процессах. Процессы интеризации, процессы vulnerability management, как и в процессе мониторинга, что из того, что у вас есть, критично. Для этого в нашей компании разработана метрика критичности. Я по ней могу долго рассказывать важный момент, который есть. А. Она комплексная, она основана на оценке CVSS версии 3. Мы ее взяли за основу. Она состоит как из инфраструктурных особенностей объектов, так и бизнес потребностей. Это классические конфиденциальность, доступность и целостность. Так и с точки зрения комплайнса, в частности 187 ФСМ. Соответственно, есть методология оценки, есть формула, по которой оценивается объект. И он имеет как интегральную, так и качественную оценку с точки зрения от 0.1 до 1, так и классический high, media, low. Имея эту оценку, можем ее и очень удобно интегрировать с процессами мониторинга. Расскажем на каком-то конкретном примере. У нас есть задача обнаруживать закрепление в инфраструктуру с помощью создания службы. Очень там техника, которая пользуется злоумышленники, очень активно. Соответственно, у нас мы можем по-разному построить сценарии. У нас есть сценарии, которые дают много фалс-позитивов, сильно нагружают систему, но при этом они дают стопроцентный детект. Есть сценарии, которые не дают стопроцентный детект, но при этом не сильно нагружают инфраструктуру и дают мало фалс-позитивов. Соответственно, мы на всей инфраструктуре запускаем сценарии, связанные с обнаружениями на опасные службы, а на критичных костах мы запускаем сценарии, которые дают стопроцентный детект, но при этом такой change management 100%. Имея эту оценку, при этом она понятна и легко вычисляема, мы можем скрестить две эти задачи. Здесь вот как раз представлен пример этой интеграции. То есть мы, а, к службе реагирования, которая есть у нас, сразу видит, этот сценарий запущен только на критичных хостах, и, б, она сразу имеет интеграцию с CMDB-решением нашим, которым эта оценка представлена, и служба реагирования сразу может получить дополнительную информацию или принять какие-нибудь меры. Но это не все аспекты, которые используются для определения сценариев, которые мы можем допускать. Здесь я опять слово Алексею передаю. Да, отлично. Смотрите, мы рассказали про классификацию и возможности управления сценариями, изучили пример структуры ТМК. Давайте теперь остановимся на том, по каким критериям оценивается каждый из сценариев перед его запуском на инфраструктуре. Первый критерий, но он достаточно очевидный и, думаю, понятный для всех, это критерии технической применимости нашего сценария на инфраструктуре. Ну, например, если в инфраструктуре отсутствует домен на базе Windows AD, и да, такие примеры до сих пор случаются и есть, если домен отсутствует, то совершенно нет никакого смысла запускать юзкейсы по выявлению атак на AD на контроллер домена в частности. Далее важно оценить, насколько наш сценарий соответствует утвержденным процессам и требованиям внутренней документации в компании. Например, если в организации не регламентирована возможность включения в учетную запись уволенных сотрудников, то не стоит пытаться запускать соответствующий сценарий в режиме реального времени. Да, эта информация важна и должна анализироваться сотрудниками отдела ИБ, но это можно делать, например, в формате регулярного отчета. Далее важно оценить наличие ресурсов на обработку и дальнейшее реагирование на инцидент. Если в компании есть технот по времени на работу с инцидентами, отсутствуют необходимые инструменты, есть недостаток технических экспертов, то на самом деле можно очень быстро начать тонуть под количеством получаемых инцидентов. Ну и, наконец, важно понимать, насколько наша инфраструктура, насколько знание этой инфраструктуры, насколько понимание процессов внутри этой инфраструктуры в совокупности готово к запуску того или иного сценария. Например, довольно сложно пытаться профилировать сетевое взаимодействие внешнего периметра организации с интернетом, если у нас нет четкого понимания всех точек взаимодействия инфраструктуры с интернетом. Преждевременно профилировать аутентификацию на хостах, если у нас нет понимания, кому, откуда, куда, когда и как можно ходить по инфраструктуре. Давайте попробуем подвести итоги. В рамках задачи по запуску новых юзкейсов для каждого сценария производится оценка соответствия по ряду критериев. Выбираются параметры срабатывания сценариев, а также определяется наиболее подходящий формат доставки оповещения об инциденте. Ну и на выходе мы получаем так называемые правильно приготовленные детекты, наиболее релевантные для нашей инфраструктуры, ресурсы, процессов и степени готовности для работы с выявляемыми инцидентами. Антон, предлагаю тебе дополнить. Ну дополнить, вот чем я дополню, важный аспект, который здесь, наверное, не до конца мы озвучили, это то, что все это про то, что нужно коммуницировать. Нужно как минимум разговаривать с инфраструктурой, с бизнесом, с партнерами, если у вас на гибридной основе, с командой мониторинга. Коммуникация и взаимодействие крайне критично в этом вопросе. Все, спасибо, мы готовы ответить на вопросы. Спасибо. Коллег, давайте попробуем задать вопрос, если есть такая. Так, ну, кстати, мне на этот чудодейственный планшетик тоже ничего не пришло, поэтому ничего нового нету. А у меня есть к вам один вопрос, коллеги. То есть в анонсе самого доклада написано о том, что не те сценарии одинаково полезны. Это про вот способ фильтрации той самой, да, я так понимаю. Про то, что мы сначала определяем действующие критерии и вообще возможные сценарии. То есть все это про это. Вот, а скажите, на каком этапе сейчас реализация? Уже второй год, что сейчас сделано? Давайте, наверное, немножко, может быть, поправлю формулировку, а потом про опыт расскажет Антон. Это не то, чтобы способ фильтрации, хотя можно назвать и так. Это скорее, ну, методика, можно так сказать, выбора правильного набора сценариев из общего скоупа доступных сценариев и правильная их настройка и применение на этой структуре. Вот, то есть не хочется, чтобы это рассматривалось. Ну, так же, как звучит симпатичнее, чем способ фильтрации, поэтому я понимаю, почему вы меня скорректировали. Так, а на каком вы этапе находитесь? Антон. Ну, точное количество сценариев вряд ли интересно публике, и честно, я его не помню. Ну, запущено там более, ну, точно больше 50-60 сценариев. Важный момент в том, что мы как раз нужно понимать, что первый год любого этого процесса, именно в этом и заключается. На текущий момент мы находимся уже на боевом режиме, то есть все сценарии запущены, и уже переходим к процессу именно процессного реагирования, автоматизации этого процесса. Но это немножко не тема неданного доклада, но вопрос хороший по-настоящему, вот на этой стадии. Хорошо. Спасибо большое. Так, может быть, есть еще какие-то вопросы? Да? У кого? На баланшетике. На баланшетике. Появился. Надо же, да, правда. Как именно происходит экономия ресурсов при дефиците? Еще раз повторю вопрос, как в КВИНе, да, при разминке, то есть как именно происходит экономия ресурсов при дефиците? Ну, я вот про это говорю, это всегда, это всегда стоит задача, то есть надо приоритизировать. Приоритизировать действия, либо, ну, если это трудовые ресурсы по задачам, нужно приоритизировать действия. Если мы с точки зрения, там, подключения источников, это даже все про то же, это вот вечная мантра. То есть нужно понять, что из того, что вам нужно в процессах подключать. То есть приоритизация. Нужно понимать, инвентаризировать, понимать, что из этого критично. Хорошо. Ну, это хороший ответ. Спасибо большое. Так, если нет больше вопросов, тогда я бы предложил поаплодировать нашим коллегам. И пригласить следующего докладчика, это Максим Королев. Практически отраслевые аспекты использования внешнего сок. Расскажу вам опыт нашего взаимодействия с внешним соком. Немного о компании. Мы вертикально интегрировали деревообрабатывающий холдинг. Номер один в России по производству бумаги, бумажных пакетов. Номер один по производству пиломатериалов. Оборот порядка 70 миллиардов. Работает около 15 тысяч человек. Весной вышли на IPO. В общем-то, достаточно успешно. Акции растут. В настоящий момент в моем инвестиционном портфеле это самая зеленая строчка. География производства от Восточной Сибири до Западной Европы. Чем восточнее, тем больше именно лесозаготовки, каких-то переработки. Шпун, фанера, бумага. В Европе мы выпускаем бумажные пакеты. Если вы ходите в магазин IKEA, то вы выходите оттуда с нашим пакетом. Мы экологичная компания. В общем-то, этим гордимся. На этом маркетинг мы заканчиваем. Переходим к существу вопроса. Специфика ведения бизнеса, особенно обеспечения информационной безопасности, следующая. У нас несколько географических регионов. В каждом регионе есть свой специалист по информационной безопасности. В зарубежных активах следует обратить внимание на зарубежное законодательство и на необходимость общения на английском языке с службами информационных технологий. Во всех наших территориях огромные расстояния, очень плохие дороги. То есть это накладывает свою специфику на реагирование на инциденты. То есть здесь больше необходимо уделять внимание превентивной какой-то работе, потому что добежать до какого-нибудь там участка лесозаготовки, ну, на это может потребоваться несколько дней. И просто подойти и выключить компьютер из розетки – это не вариант. И также низкая защищенность приобретаемых активов. Есть тенденция, что чем восточнее, тем меньше слышали про информационную безопасность. То есть даже такие попсовые вещи, как антивирус, они практически не используются. Поэтому, когда мы приобретаем новые активы, нам приходится очень оперативно их интегрировать в свою структуру защиты, тоже накладывать свои отпечатки. Собственно, теперь вернемся на два года назад, когда у нас не было еще ни внешнего, ни внутреннего сока, и жизнь была достаточно такой спокойной и безмятежной. Компания росла, айтишники ввели свои проекты, переходим на ERP-систему SAP, роботизация, там облачные вычисления. В общем, сплошное веселье. Немного омрачил, конечно, COVID-19 с уходом на удаленный режим работы. Но в целом, для информационной безопасности никаких проблем не возникало. То есть, ну, все работает, все нормально, как бы система не парализована, в общем, данные не теряются, как бы все идет хорошо. А когда все идет хорошо, кто-нибудь знаком с законами МРФ? Если все идет хорошо, то это что означает, коллеги? Есть ли вариант? Лев, вы знаете? То обязательно будет плохо. Тут же. Правильно. Но я немножко смягчил формулировку. Не тут же. Это значит, что вы чего-то не знаете или не замечаете. То есть, где-то что-то происходит. Это второй закон Чисколы. Нас тоже это немножко напрягало. Мы понимали, что везде происходят какие-то катаклизмы. Просто мы про них не знаем, не замечаем. Ответ на эти вопросы должна была предоставить нам внедрение системы класса СИЭМ. И, соответственно, мы пошли по этому пути. У нас был выбор. Либо организовать свой СИЭМ, который лечет за собой покупку продукта, поиск удержания специалистов, создание круглосуточного диспетчерского центра. В общем, достаточно большие затраты. Либо в то же время уже в компании МТС был создан, функционировал коммерческий сок. И мы могли к нему подключиться. В общем, как в случае с НЕО, мы выбрали красную таблетку. В общем-то, других альтернатив, наверное, не было на тот момент. Во всяком случае, разумных. В вашем случае красную таблетку с белым яйцом. Да? Да. Правильно я услышал? Да. Что нам потребовалось сделать, как заказчику? Инвентаризация активов у нас, в общем-то, была проведена. Мы это понимали. Критичные источники событий нам помогли коллеги из МТС определить. И мы подготовили инфраструктуру по рекомендациям. То есть, настройка защищенного канала, установка сервера, коллектора, считайте, СИЭМ-системы. Мы развернули век сервера для сбора журналов, настроили источники событий по инструкциям. И, в общем-то, это все, что нам потребовалось сделать. То есть, ну, по сути, мы проглотили эту таблетку. И дальше, в общем-то, мы попали в реальный мир. Мы, я не знаю, с чем это сравнить, это как проснуться на поле боя. То есть, мы сразу увидели такое количество информации, такое количество инцидентов, которые происходят, причем они достаточно серьезные, что, ну, как бы вся вот эта идиллия, которую я раньше рисовал, она ушла в небытие, мы про нее сразу забыли. И начали заниматься тем, чтобы эту ситуацию каким-то образом исправить. Что мы получили из коробки? Вот коллеги в предыдущем докладе сказали, что не бывает там из коробки. В нашем случае нам повезло, в общем-то, наверное, это заслуга коллег из МТС. У них уже был какой-то пройденный этап. Поэтому из коробки мы сразу получили нормально настроенные инциденты, без серьезных таких ложноположительных срабатываний. Мы получили контроль процессов информационной безопасности, предоносную активность, получили, в общем-то, информацию о открытых портах на внешнем периметре, журналы событий, которые можно ретроспективно анализировать, 24 на 7 диспетчеризацию, то есть могли спать спокойно уже, понимая, что нас разбудят, если что-то идет не так, помощь в расследовании инцидентов, понятно, что отчеты, и раннее информирование о каких-то критичных проблемах, которые требуют немедленного реагирования. Вот недавняя, допустим, ситуация с экчейнджем, первый, кто к нам обратился, это был сок МТС, предупредили, что надо срочно ставить патч. Однако понятно, что необходимо было развиваться. Мы настроили несколько кастомных правил, интегрировались с RP AirVision, это немного позже. Отдельно хочу сказать, что коллеги помогли нам настроить события, убрать мусор, то есть мы здесь по принципу Парета, в общем-то, 20% событий дают 80% результата, это влияет на EPS, EPS – это основная метрика при использовании коммерческого сока, то есть от этого зависит, сколько мы им платим. В общем-то, нам помогли. Активно участвовали в пилотировании продуктов новых, причем на этапе пилотирования мы уже анализировали эти продукты через инциденты сок МТС, в частности, анализатор трафика позитивов. Также по результатам пилотирования даже было несколько рекомендаций разработчику, которые были выполнены. И, в общем-то, когда пришло время вводить промышленную эксплуатацию продукта, от нас ничего не требовалось, все бы работало, достаточно было просто оформить какой-то документ. Отдельно хочу сказать, что мы получаем рекомендации их в хороварной части, то есть проверка жесткого диска. Если идут какие-то сбои, это есть в журналах, то, в общем-то, формируется инцидент, мы пересылаем атишникам, они меняют. Это также зона ответственности информационной безопасности влияет на доступность, на целостность данных. Ну и работа на английском языке с нашими западными активами также реализована. В общем-то, несколько цифр, которые показывают текущее состояние. То есть мы обрабатываем порядка 40 миллионов событий в сутки. Это формируется примерно 15 инцидентов, причем по текущей статистике половина из них имеет критический уровень. Справедливости ради хочу сказать, что критичность уменьшается, сейчас объясню. И средняя скорость информирования у нас примерно 20 минут с момента наступления событий. Интересный факт, что для меня во всяком случае был, кто является главным вредителем и главным источником критических событий в инфраструктуре компании. Вот есть варианты у кого-нибудь? Кто это может быть? Лев, наверное, опять вам придется отвечать. Не знаю, то есть тут... Просто только у меня есть микрофон, да, еще раз повторите вопрос, пожалуйста. Кто является наиболее злостными нарушителями информационной безопасности и генератором инцидентов критичных? Мне кажется, информационной безопасности. Нет. Но рядом. Это внутренний нарушитель, правильно коллеги вот из ТМК подсказывают. Это привилегированные пользователи, это системные администраторы. То есть после подключения СОК МТС я, в общем-то, узнал 400 способов, как можно в информационной нашей инфраструктуре проводить какие-то действия. Это, в общем-то, массовая раздача каких-то слабых паролей, сканирование сети, там, наделение привилегиями, установка галок, там, пароль никогда не выключать и прочие вещи. То есть это все происходило сплошь и рядом. Причем я заметил, что чем севернее территория, тем злобнее администраторы. То есть где-то полгода пришлось... Ну, это связано с тем, что там, в общем-то, поселок, человек стоит, там один администратор, он, в общем-то, один такой, он неуязвимый, он сам знает, что нужно делать. Поэтому пришлось где-то полгода потратить на их воспитание, но, слава богу, сейчас все в порядке. Дальше встал у нас вопрос, что делать с теми инцидентами, которые поступают от СОК. Они поступали к нам по почте, мы их, в общем-то, обрабатывали вручную, распределяли по территориям. Там, в свою очередь, работа шла с IT, и как-то это надо было гармонизировать, эту всю работу. Здесь нам на помощь пришел продукт компании AirVision. Тоже большое спасибо коллегам. Также с энтузиазмом нам помогали, в общем-то, с горящими глазами, как и МТС, все решили. Соответственно, мы настроили там автоматическую обработку инцидентов, определение регионов, назначение ответственных, уведомления, обогащение всевозможными данными. И также начали работать над своей приоритизацией, потому что сейчас мы получаем от СОК приоритет инцидента, но он никак не связан с критичностью наших ресурсов. Поэтому, в общем-то, с нашей рисковой моделью мы настроили некие дополнительные параметры. И сейчас у нас есть два приоритета, которые приходят из СОК, и которые нам формируются по нашим данным. Соответственно, по результатам работы в разы сократилось время реагирования. Запущены различные коннекторы, которые нам помогают. Блокируется учетная запись. В общем-то, в автоматическом режиме, если необходимо, запускается антивирус. Полная проверка хоста, если на нем обнаружен какой-то вирус. Также хэш-файл, а вирус-тотал проверяется автоматически. Визуализация понятна. Вот такая архитектура получилась. В общем-то, достаточно сложная, потому что у нас еще сервисный контракт по поддержке межсетевых экранов. То есть здесь реагирование на инциденты происходит в двухступенчатом или трехступенчатом режиме. Ну и на помощь, конечно, нам пришел регламент бумажная поддержка, регламент реагирования на инциденты информационной безопасности. Для того, чтобы айтишники, в общем-то, понимали, что и как им нужно делать. Несколько кейсов интересных. В ноябре 2020 года мы остановили у себя заражение MonoCry, исходящий с домашнего компьютера сотрудника. В общем-то, это был, конечно, администратор, работающий на домашнем компьютере без антивируса, пытавшийся что-то там настроить. В этом году в начале уже был у нас свет с далеких планет. Из города Лесосибирск мы получили массовую вирусную атаку. Электрики цеха, в общем-то, ослаботочники врезались в UTP кабель и организовали себе Wi-Fi-точку самостоятельно, ходили через нее в интернет. В общем-то, пока не притащили ноутбук зараженный. Тут мы их поймали. Ну и понятно, что в рамках проведения пентестов и киберучений мы видим практически все действия атакующего и, в общем-то, понимаем, как можно было бы на них среагировать. Я говорю практически все, потому что, в общем-то, правила настроены так, что некоторые действия, которые, допустим, атакующий считает критичными, мы такими не считаем. Ну и наши планы – это подключение англоговорящих администраторов к системе AirVision, подключение к СОК системы обеспечения информационной безопасности и СУТП для того, чтобы 187 закон реализовать, подключение приобретаемых активов, дополнительных источников. Там есть куда нам двигаться. Это и Linux, и ERP-системы. Разработка новых правил корреляции и доработка плейбуков в настоящий момент идет. Вот у нас семь, в общем-то, сценариев. Не так много. Мы их сейчас модернизируем. На этом я хочу свой доклад закончить. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Максим. Ну, на самом деле, не так много пока оттранслировалось вопросов, но тот вопрос, который появился, он очень знаковый и, наверное, каким-то образом отражает, насколько мы с вами вместе на одной волне. Звучит он следующим образом. Вопрос целый к сессии. Отдельный СОК ОСУК ТП, запятая, практика и дальше ДФИС. Сможете ответить? Я постараюсь ответить. Я над этим вопросом... Ничего себе, как... Ну что? Хорошо, давайте, давайте. Это вопрос нетривиальный на самом деле, потому что для реагирования на инциденты, согласно 187 УФЗ, необходимо, чтобы был собственный, наверное, СОК, ну как не собственный, а эти инциденты должны каким-то образом, в общем, аккумулироваться и дальше транслироваться там в ГоссОКУ. И что для этого использовать? Это либо собственный СОК, либо внешний СОК, либо это, может быть, какой-то должен быть православный продукт. Мы не знаем. То есть наше законодательство, оно меняется. И если сегодня, допустим, для некоторых категорий можно использовать иностранные продукты, то через некоторое время этого нельзя будет делать. Поэтому это как бы здесь больше вопросов, чем ответов. И троеточие в этом вопросе, оно многозначительное. Спасибо большое. Но у меня, на самом деле, тоже появилось несколько вопросов. Отдельное спасибо вам за градацию, собственно, злостности системных администраторов на Севере, в зависимости от их удаленности от центра. Спасибо большое за город Лесогорск. Вы расширили мои границы, географическое понимание нашей родины. Спасибо большое за это. Это прям шикарно было. И вот очень интересный момент прозвучал про логистику, про то, что не во всех местах есть возможность доехать и что-то сделать. А как вы решаете этот вопрос? Ну, мы идем методом ограничений, скажем так. Мы не позволяем какие-то вольности на местах. То есть мы полностью блокируем нелегитимную деятельность. То есть белый список приложений. И, в общем-то, там, где работает лесозаготовительный комплекс, там, ну, очень мало, что может сделать человек. И плюс у нас есть летучие бригады, они есть в IT. Они могут туда доехать, ну, в течение, наверное, нескольких часов. Ну, и на такой, я не знаю, вы можете на него не отвечать. Вот тот коллега, который в 2020 году, значит, стал источником вонокрая. Что с ним в итоге произошло? Он работает до сих пор, все хорошо? Да, он работает до сих пор. Пошел, может, по реквалификацию как-то? Ну, знаете, за одного битого, двух небитых дают. Поэтому, в общем-то, с ним была проведена профилактическая работа. И сейчас он не нарушает. Ответ понятен. Так, появились ли еще какие-то, может, вопросы? Здравствуйте, меня зовут Евгения, я из города Архангельска. У меня компания занимается именно оказанием услуг по безопасности. У меня такой вопрос, часто сталкиваются у меня клиенты. Как объяснить привилегированным пользователям? В данном случае вы рассказывали про администраторов. Как объяснить руководителям, что нужно урезать им права? И с чем вы столкнулись в связи с тем, что приходится обрезать права? И второй вопрос сразу задам. Не отмечали ли вы, как влияет обучение пользователей, если вы проводите обучение пользователей, на снижение количества инцидентов? Спасибо. Отвечая на первый вопрос, мы не обрезаем права администраторов. Мы показываем, какие инструменты им нельзя использовать для своей работы. То есть они просто для того, чтобы выполнять свою работу, иногда идут кратчайшим путем и массово раздают права. Допустим, человек сменился, пароль, ему нужно зайти, срочно он звонит, мне нужно срочно галка убирается, все, человек заходит. Соответственно, сейчас, так как у нас в течение 20 минут, как я рассказывал, этот инцидент возникает, сразу следует звонок с просьбой предоставить объяснительную за нарушение политики по информационной безопасности. Это робот звонит, да? Уже сразу? Ну, пока еще нет, но я думаю, коллеги из AirVision уже работают над этим. И, соответственно, человек, когда напишет пару раз объяснительную, он больше так не делает, он работает правильно. Касательно второго вопроса, это немножко не по теме доклада. Мы используем, в общем-то, систему автоматизированного обучения пользователей антифишинг. И после того, как люди проходят тест или подрываются на учебные атаки, которые не должны выполнять какие-то действия или открывать письма, мы где-то процентов с 60 ушли, процентов на 20 поражений. То есть это, я считаю, нормальный результат текущий. Может быть, у кого-то он получше, но в целом пользователи, они всегда будут все нажимать. И надо это как факт воспринимать и защищать все другим способом. Добрый день, Андрей Нойкин, Евраз. А скажите, вот с объяснителями не возникает конфликта, потому что у администратора свой KPI, у вас свой, соответственно, вы ему не даете там быстро снять галочку и что-то сделать, да? Соответственно, возникает какой-то простой или еще что-то. Конфликтов не возникает? Конфликтов не возникает, потому что есть документ, политика по информационной безопасности, утвержденный президентом, где четко написано, что срок действия пароля должен быть ограничен. То есть это идет нарушение нормативного документа и дальше там по цепочке. Ну, плюс мы работаем в службе безопасности, и IT-шники, они не рекомендуют. И у нас есть дополнительные инструменты для достижения, короче, консенсусов конфликтов, хотел сказать. Хорошо, спасибо большое. Пока вот из того, что я слышу, я чувствую такой очень системный, очень такой медленный, вдумчивый и экономичный относительно собственных ресурсов подход к построению Security Operation Center. Это, наверное, характерно для промышленных предприятий, да? Такая какая-то осознанность, отсутствие такой сильной гонки за технологиями. А раз уж мы начинаем говорить о технологиях, мне кажется, правильно передать слово Тимуру, чтобы Тимур нам рассказал про что-то такое прям вау. Рокетсанность будет, Тимур, скажи, пожалуйста? Постараемся. Прямо сейчас? Супер. Я прям сажусь. Коллеги, добрый день. Собственно, сегодня хотел в своем выступлении затронуть такие темы, как цифровое моделирование информационной безопасности промышленных объектов, темы автоматизированного проектирования ИБ для СУТП, и, собственно, попробовать в своем докладе рассказать, чем это может быть полезно при реализации функций мониторинга промышленных объектов. Начать выступление хочу с предпосылок. Всем, я думаю, известно, что из себя представляют проекты по ручному проектированию информационной безопасности промышленных объектов. Это процессы довольно длительные, процессы, по результатам которых рождается огромное количество бумаги, с которой в дальнейшем достаточно сложно работать. Если возникает необходимость поднять оперативно какую-то информацию по объекту, необходимо задавать задачу локальному пользователю на объекте, поскольку документация, как правило, хранится в единственном экземпляре и локально. Все это усугубляет и приносит большие неудобства в работе. Как правило, проекты проходят следующим образом. Проводится предпроектное обследование. Результаты предпроектного обследования используются для разработки таких документов, как модель угроз технического проекта информационной безопасности промышленных объектов. Часть этих знаний может использоваться для настройки средств защиты, но в целом актуальность этой информации под большим вопросом. Есть понимание, что ряд задач в рамках проектирования имеется возможность автоматизировать. При этом есть достаточно яркие примеры использования подобных систем в различных отраслях. Это и при проектировании инженерных сооружений, инженерных систем, при проектировании архитектурных зданий. Но нет таких решений для информационной безопасности, для нужд информационной безопасности. Ровно поэтому мы задались целью привнести на рынок что-то новое и разработали продукт, который называется Касперский Security Cut. Какие функции этот продукт выполняет, я расскажу вкратце, как он работает. Одна из функций – это создание цифровой модели промышленного объекта, которая позволяет на всем протяжении жизненного цикла объекта вносить изменения, оперативно корректировать данные и иметь перед собой цифровой двойник промышленного объекта. Поскольку для работы комплекса требуется на вход определенная информация по объекту, в принципе, этой информации достаточно в том числе и для автоматизированного формирования угроз, релевантных для объекта, подбора компенсирующих мер для закрытия этих угроз и формирования выходных документов, таких как модель угроз и нарушителя по методике в стек от февраля этого года, а также технический проект с компенсирующими мерами, которые подбираются у нас также автоматически на основе приказов стек 235-239. Собственно, для работы комплекса, как я и говорил, требуется на вход определенная информация. Как правило, это, по сути, тот же результат, который мы получаем по итогам предпроектного обследования. Данная информация в нашем случае заносится в интерфейс продукта и в дальнейшем формируется карточка объекта и цифровая модель, то есть в том числе структурная схема. Далее на основе этой информации осуществляется анализ применимых релевантных угроз, исходя из информации об оборудовании, которая используется на объекте, исходя из прав доступа внутренних пользователей, которые работают с объектом. При этом нас интересует доступ как физический к различным помещениям, шкафам, так и доступ к информационным системам. Все это позволяет сформировать модель угроз и в графическом виде предоставить пользователю информацию об актуальных векторах атак, применимых к конкретному объекту АСУТП. По результатам моделирования атак мы таким же образом приступаем к подбору компенсирующих мер. При этом компенсирующие меры могут быть как в виде технических решений, технических средств защиты, так и организационные меры. В случае технических решений программный комплекс подскажет, где в инфраструктуре необходимо разместить те или иные средства защиты для ликвидации имеющихся угроз. Собственно, чем, на наш взгляд, может помочь подобное решение, цифровые модели промышленных объектов при работе центров мониторинга? На наш взгляд, здесь есть несколько применений на первом этапе. С чего начинается вообще мониторинг? Мониторинг начинается с анализа инфраструктуры, планирования размещения коллекторов, если таковые требуются на площадках. Планируется разработка каких-то коннекторов в случае, если система не поддерживается СИЭМом, тем же самым, из коробки. Планируется разработка правил корреляции для детекта определенных событий в инфраструктуре. Собственно, всю эту информацию, которая требуется для планирования мониторинга, мы можем передать из нашего комплекса, поскольку мы эту информацию и так храним. Информация по компонентам промышленного объекта может быть использована для планирования, во-первых, размещения компонентов сборщиков-коллекторов, во-вторых, может быть использована для планирования разработки каких-то коннекторов для систем промышленных. Помимо этого, наш программный комплекс позволяет отрисовать вектора атак применительно к конкретному объекту, и уже эта информация может быть полезна при планировании разработки правил корреляции и, соответственно, настройке необходимых детектов, исходя из актуальных векторов атак. На этапе самого мониторинга информация, которая в нашем случае хранится централизованно и в цифровом виде, позволит специалистам центров мониторинга оперативно получить доступ к информации о сетевом окружении, о компонентах промышленного объекта. И все это позволит специалистам центров мониторинга оперативно принять решение о том, какие меры необходимо применить для локализации инцидента. Собственно, как я и говорил, оперативный доступ к информации о том, что на объекте присутствует, какие средства защиты используются, поможет специалистам центра мониторинга оперативно принять решение о том, какие меры необходимо предпринять для локализации инцидента в инфраструктуре. Помимо этого, с помощью цифровой модели появляется возможность быстрого онбординга сотрудников, как сотрудников технологического сегмента обучения их в работе с промышленным объектом, так и специалистов центров мониторинга, поскольку информация, хранящаяся в комплексе, позволит моделировать в том числе атаки и проводить регулярное обучение сотрудников. В целом, выгоды от применения автоматизированных систем проектирования очевидны. В первую очередь, это существенное сокращение времени на разработку проектных решений, это преемственность знаний, то есть в случае применения подобных систем ротация кадров локально на объекте позволит избежать случаев, когда необходимо восстанавливать знания и проводить дополнительное обследование объекта. Также, как я и упомянул, цифровые модели могут позволить существенно сократить время на реагирование, привнеся дополнительную информацию о том, что на объекте используется. На этом у меня все. В целом, готов ответить на вопрос. Я, наверное, первый вопрос задам от себя, извините, пожалуйста, попользуюсь этой возможностью. К какому классу систем Касперски относит SecurityCAD? Мы относим этот продукт к системам автоматизированного проектирования информационной безопасности. Ну, то есть некий саппорт для ИВ. То есть такой класс еще не сформировался, да? Это какая-то там суперинновация Rocket Science в области бумажной безопасности от Касперского. Супер. Хорошо. Спасибо большое. Так, ну, давайте перейдем к вопросам. Вы закончили, Тимур, быстрее, чем я ожидал, поэтому, ну, тут на самом деле вопросы в меньшей степени к вам, в большей степени к другим участникам, которые вы доложились. Да. Что? А, вопрос? Да. Да, конечно. Раз, два, три. Тимур, подскажи, пожалуйста, рассматриваете ли вы вывод модели, которая будет сформирована вашим продуктом, машиночитаемый вид? XML, там, JSON и так далее, так далее? Да, совершенно верно. Мы подобную возможность рассматриваем, более того, сейчас активно в эту сторону идем, для того, чтобы была возможность эффективно интегрироваться, в том числе, с внешними системами, эту информацию во внешние системы передавать, в том числе для настройки средств защиты. А вот, наверное, связано с этим вопросом, а какой сценарий вы интеграции видите? Потому что автоматизация бумажной безопасности в этом плане, ну, проектирование, да, то есть в этом плане она такая, ну, вещь в себе, или куда-то все-таки можно эту информацию также доставлять? Можно доставлять, можно доставлять в различные инвентаризационные продукты, в частности, в SGRC, класс решения SGRC, в IRP-системы можно эту информацию передавать. И в целом, согласно нашему родмапу, мы идем к тому, чтобы реализовать еще и функционал, автоматического формирования журналов конфигурации средств защиты. Эту информацию, в частности, использовать в дальнейшем. Автоматического формирования журналов конфигурации какого-то устройства. Конфигурационных, да. Да, то есть эталонного, то есть как должно быть. Да, совершенно верно. Хорошо, и не работающего при этом. Ну, то есть эталонного и работающего. И работающего, хорошо. Давайте поаплодируем Тимуру. Спасибо. Почему нет? Мне, по крайней мере, продукт показался интересным. Спасибо большое. Вот, мы идем с опережением графика, поэтому дальше я предлагаю устроить какую-то анархическую дискуссию, если у нас действительно высвободится много времени. А пока приглашаю в роль докладчика, человека, который задавал один из вопросов. Это Андрей Нуйкин. Добрый день, коллеги. Собственно, зовут меня Андрей Нуйкин, я из компании Евраз. Расскажу про то, как мы планировали, ну и вообще зачем нужен РПСОР, в частности, в таких компаниях, как наша. Ну, маркетинг, в принципе, все и так знают, наверное. Небольшая компания, 70 тысяч человек, много всякого барахла в разных частях света. Собственно, мы как компания, наверное, шли, как и большинство компаний, да, то есть на каком-то этапе у нас была просто система мониторинга, мы понимали, что-то работает, что-то не работает, ну, непонятно зачем, нужно идти разбираться. Потом, соответственно, появляются там а-ля Сием или еще какие-то другие системы, которые уже собирают чуть больше информации, и мы начинаем понимать, а почему же там это не работает. Вот, ну и, наверное, финальным, да, это вот все стремятся к созданию уже Security Operation Center, когда мы все видим, все понимаем, и еще и можем на это оперативно реагировать, а зачастую и проактивно. Соответственно, мы также шли, у нас тоже появилась система мониторинга, там Сием, и... Ну, как бы столкнулись с тем, что, как бы, мы подключаем все больше источников, у нас появляется больше событий, вот, оператор становится все сложнее и сложнее, и в какой-то момент он, ну, уже физически ему тяжело разгребать все это количество тех событий, инцидентов, которые у него появляются в консоли. Стали думать, что делать, да, как бы, в идеале нужно, хорошо бы было сделать какую-то полностью автоматическую систему, да, но по фантастическим фильмам мы знаем, к чему это приводит. Вот, в реальности, соответственно, мы понимали, что нам нужно операторов в первую очередь освободить от каких-то рутинных задач, которые он, ну, мы не можем их с него совсем снять, но не хочется, чтобы он на них тратил какое-то время и, соответственно, пропускал важные события. Какие проблемы мы видели при вот, при такой работе? Ну, скажем, у нас СОК работает 24 на 7, на 365, а администраторы работают 5 на 8, и оператор, обнаружив какое-то событие или инцидент, формирует там заявку на администратора, ему звонят даже, может быть, это какая-то срочная заявка, а он говорит, я ничего сделать не могу, я еду там в метро на машине и вот я там через полчаса доеду и смогу вам что-то там тогда сделать, да, там, неважно там или вернуться или домой приехать. Соответственно, это все время, а время там, если вспомнить того же самого Петю, да, за полчаса он заражал там целиком компанию. Вторая вещь, что оператор, видя какой-то инцидент или событие, он сейчас вынужден вручную его дообогащать, ну, чтобы понять, что это все-таки действительно инцидент, где он произошел, с кем, да, там, связать IP там с пользователями, я не знаю, там, с какими-то системами и так далее. Еще очень много событий, так называемых one-click событий, то есть это какие-то события или инциденты, которые, ну, по факту таковыми не являются, да, то есть они закрываются в один клик. Ну, и совсем их отфильтровать мы не можем, потому что, ну, они, скажем, какие-то пограничные и это как в рыбацкой сети, да, вы можете сделать там большую ячейку, у вас будет там много мусора попадать, да, вы сделаете маленькую ячейку в сети, значит, отфильтруете что-то, возможно, ценное. И вот поэтому найти это оптимальное значение достаточно тяжело и вот за счет этого появляется много таких вот пограничных событий. Еще один факт, что у оператора, ну, зачастую нет прав и нет возможности, да, управлять теми средствами защиты, от которых он получает события, ну, которые имеются в компании. И это также, ну, он вынужден подавать заявки админам, вот, а те, как мы знаем, уже едут домой и не могут нам помочь. Частенько нет единой вот этой среды, системы, где можно вот ставить эти задачи, заявки и контролировать, как они выполняются, насколько быстро там и так далее. Ну, опять же, как я уже говорил, недостаточная скорость реакции, да, заявки зачастую идут долгой, сложной и так далее. Ну и, соответственно, потеря времени, пока оператор занимается вот этим реагированием, он может пропустить что-то действительно ценное. Соответственно, регулярно слышу и от вендоров, и от интеграторов, что, ну, вот у вас же промышленная компания, у вас, наверное, какие-то особенные инциденты, промышленные, и там, у вас все не так, как у других, вообще там особенные, и события у вас особенные, там, и вообще. Вот, но на самом деле мы такая же компания, как и все остальные, да, там, какой-нибудь банк или ритейл, и за счет того, что наши сети АСУТП, ну, как бы, в хороших компаниях, да, к которым я и свое отношу, они находятся там в специальной выделенной зоне за ДМЗ, там, глубоко внутри корпоративной сети, не имеют связи с интернетом, все там закрыто и так далее, то злодею, скажем, из интернета, чтобы попасть в АСУТП, нужно пройти очень много, да, то есть надо пройти, там, периметр, ДМЗ, еще один, там, Firewall, да, там, корпоративную сеть, куча всяких систем, еще одну ДМЗ, и тогда он попадет в АСУТП. Ну, соответственно, пройти вот это все незамеченным достаточно сложно, да, ну, потому что мы также расставляем множество ловушек, и, ну, что-то где-то там звякнет. Основные события, которые вот мы сейчас фиксируем регулярно, да, это, как и у всех, фишинг, вирусы, которые пытаются пролезть, ну, и всячески, там, от школьников до, может быть, каких-то группировок, которые постоянно сканируют внешний периметр в поисках, там, каких-то уязвимостей, и, там, не знаю, у нас есть специальный терминальный сервер, который регулярно бродфорсят, в общем, мы уже поняли, что на всех языках пробовали слово администратор, там, бухгалтер и так далее, то есть от китайского до, не знаю, там, всякого испанского, есть только каких-то африканских языков не было. Соответственно, у нас есть особенности, да, несмотря на то, что я говорю, что мы вроде бы так же, как и все, есть определенные особенности, связанные с чем, что зачастую промышленные предприятия – это старинные предприятия, которые строились достаточно давно, и очень часто используются какие-то проприетарные протоколы, проприетарные системы, которые, ну, вот они такие специфические, скажем, да, там, не используют, там, IP-стэк или еще что-то. Соответственно, из этого же вытекает, что, вот, как я уже сказал, что эти системы старые, но они нам критически важны, и мы не можем от них отказаться, то есть, скажем, я бы с удовольствием, там, половину систем обновил на какие-то более современные, интересные, но, к сожалению, это не всегда возможно. Вот, и эти системы зачастую строились давно, когда требований информационной безопасности еще не было. Когда мы, например, делили корпоративную технологическую сеть, и интегратор пришел и сказал, вот нам вот здесь надо в технологии поменять IP-адресацию, а СТП-шники выпущили глаза, говорят, вы даже туда смотреть не смейте, и дышать в ту сторону не могите, потому что, как бы, система работает, и ничего ее трогать нельзя, уже никого нет, разработчики уже, там, половина умерли, половина уехали, поддержка вот у нас еще какая-то есть, но не дай бог вы что-то сломаете, там, мы замучаемся, восстанавливаем. Опять же, у нас компания достаточно крупная, как вы видели, да, на карте, и это тоже накладывает определенные особенности, как получать данные, и в том числе из каких-то нестандартных вещей. Ну, и самое главное, как в любом промышленном предприятии, у нас основной приоритет – это непрерывность производства, в первую очередь, да, а потом уже доступность и безопасность. Соответственно, отсюда вытекает и специфика реагирования. Как я уже говорил, компания большая, и зачастую, там, из центра мониторинга команда до конечного исполнителя может идти достаточно долго. Соответственно, мы не любим облачные сервисы, мы стараемся все приземлить к себе, ну, во-первых, там, и ИИ свою роль играет, да, да, и, в принципе, риски облачных систем, да, потому что, как бы, нельзя исключать, скажем, там, что наши, как президент говорит, партнеры с той стороны, да, там, махнут шашкой и что-нибудь отрежут, или все мы помним, как Роскомнадзор боролся с Телеграмом, когда отключили, там, и Амазон, и все остальное. Есть некая задержка в реагировании, опять же, все связано с тем, что компания большая, несколько часовых поясов, плюс, вот, люди, не всегда они есть на месте, то есть, когда, грубо говоря, в Москве обед, в Сибири заканчивается рабочий день, и, ну, соответственно, люди идут домой. Специфика есть, связанная с моделями угроз и нарушителей, да, все-таки достаточно крупной компании, и, в первую очередь, естественно, интересны каким-то крупным игрокам, вот. Ну, нормативные требования, да, никуда от них не денешься, опять же, оттуда вытекает регламентированное время реагирования, мы должны достаточно быстро реагировать и сообщать. И еще один тоже немаловажный факт, то, что мы не можем в АСУ-ТП, например, да, автоматически применять какие-то меры, там, реагирования, блокирования и так далее, потому что, ну, здесь надо очень тонко понимать, что мы блокируем и к чему это может привести, вот. Но, тем не менее, есть множество, как и в любой, наверное, компании в любом сроке, есть множество таких рутинных, типовых задач, которые все делают, и от них никуда не денешься, вот, связанные с обогащением, с какими-то вот действиями, там, по блокировкам, запуск сканирования, ну, вот, много уже коллеги тоже говорили, те же самые, там, иоки искать, оповещать и так далее, ну, в общем, много всего. Собственно, когда мы вот это все осознали и поняли, возникает вопрос, что делать, либо расширять штат, чтобы все эти вопросы закрыть, да, либо, соответственно, как-то вот роботизировать. И мы вот обратились в сторону RPSR систем, соответственно, с целью попробовать это дело автоматизировать, насколько это возможно, за счет этого не расширять штат, но при этом освободить наших операторов от каких-то вот таких базовых, рутинных операций, чтобы они вот, инциденты и события могли обрабатывать быстрее, ну, и меньше тратить времени на какую-то там текучку. Как же выбрать тогда, да, то же самое RPSR? Их достаточно много на рынке, и зарубежных, и российских. Мы, соответственно, в первую очередь смотрели вот на такие, скажем так, признаки, которые нам были интересны. Естественно, больше смотрели в сторону российских, с учетом там всяких вопросов импортозамещения, хотя они нас чуть меньше касаются, ну и в целом, как бы, патриотичности. Ну, так, соответственно, что же такое RPSR, вот как мы стали, да, соответственно, RPSR это больше платформа, предназначенная, скорее, для автоматизации процессов обогащения инцидентов, событий и дополнительной информацией, ну и, соответственно, предоставление всего этого обобщенного события оператору. Ну, а Суар это уже непосредственно реагирование, то есть, где мы можем множество средств защиты, и IT-шных, и ИБ-шных связать и в автоматизированном режиме ими как-то управлять. Ну, вот простой пример, что делает оператор, например, при получении фишингового письма. Да, то есть, это достаточно большой набор операций. Сейчас они, большинство, выполняются вручную, потому что никаких средств автоматизации особо нет, и он вынужден вот везде там лазить, проверять, уточнять и так далее. После этого он понимает, насколько там это серьезный и несерьезный инцидент, и может дальше что-то реагировать. Второй вариант тоже вот, который у нас регулярно происходит, это вот наш внешний периметр, который регулярно сканируют, пытаются его там взломать, перебирают и так далее, и это нас раздражает, напрягает, и с этим тоже надо как-то бороться. Соответственно, поставив IRP систему, мы сразу оператора освобождаем от кучи вот этих вот рутинных операций. В систему в автоматическом режиме обращаются всякие там песочницы, вирус-тоталы, там какие-то фиды, там еще что-то, все это сравнивает, проверяет, уточняет, ищет там кто еще пострадал, и, ну, кучу рутинной операции. Вот, по результатам, соответственно, она формирует некую карточку инцидента, вот, и дальше, опять же, есть два варианта. Один вариант, когда мы уверены там на 150 процентов, что это инцидент, мы можем автоматически среагировать, да, что-то заблокировать, например, там на том же самом периметре. Вот, либо это показывается оператору, оператор уже там, исходя из своего опыта, знаний там и квалификации, он принимает решение, там, какую реакцию применить. Таким образом, вот, как бы для себя мы определили, что, что внедрив вот это вот ERP-суар, мы в первую очередь уходим от необходимости расширения нашего штата за счет снижения нагрузки на наших операторов. Вот, количество операторов остается неизменным, а иногда может даже и снизиться, если это их много. Вот, соответственно, снижаем показатели по обнаружению и по реагированию. Мы снижаем зависимость от админов, от IT, да, за счет того, что мы можем, оператор может автоматизированно применять какие-то мероприятия по реагированию непосредственно к средствам защиты и на старте блокировать возможные инциденты. Вот, соответственно, у оператора больше информации о том, что это за инцидент, он может, ну, быть сильнее уверенным, скажем, в том, что это действительно инцидент. Также немаловажно мы фиксируем вот эти все сценарии реагирования, потому что зачастую, ну, не всегда есть четко прописанные плейбуки вот в процессе там создания, да, здесь как бы он записывается. Мы сможем, опять же, за счет вот этого СУАР, связать кучу разнородных средств защиты и управлять ими из единого центра. Ну, на самом деле, можно долго перечислять, да, то есть все, в общем-то, понимают, что вещь полезная, эффективная и, ну, на определенном этапе развития, как бы, центров мониторинга просто необходима. Наверное, все, что я хотел рассказать. А тут у нас набежало вопросов, они к тебе немножко, да, то есть и к другим коллегам, которые из именно практиков со стороны компаний. Ну, на самом деле, прозвучало, на мой взгляд, да, то есть прозвучало, правда, не в числах, но вот здесь есть такое интересное уточнение. Сейчас я прям зачитаю. Да, ну, ну и кинул Андрею. Сколько FTE удалось сэкономить за счет автоматизации? И сколько человек требуется для ее сопровождения? Ну, смотрите, сейчас у нас в нашем центре получается шесть человек. В следующем году мы планируем взять еще одного для обеспечения взаимозаменяемости и более спокойного, скажем, ну, чтобы люди могли в отпуск уйти, там, заболеть, потому что сейчас там где-то начальник прикрывает, где-то аналитик, и, ну, не всегда это удобно. Вот, соответственно, когда мы считали, сколько нам, ну, если как бы не брать автоматизацию, а брать вручную, то это, значит, нужно было сажать еще одного оператора в смену, значит, это минимум четыре человека, чтобы они круглосуточно сидели, то есть вот по два человека. Вот, ну, собственно, вот мы их не взяли, у нас пока осталось вот четыре круглосуточных оператора. Четыре оператора круглосуточных, они же, по идее, должны иметь как раз-таки резерв, да, то есть их должно быть не четыре, минимум пять. Ну, у нас есть еще аналитик, который вырос как бы из оператора, и в случае, если кто-то из операторов, там, ну, вот, я говорю, в отпуск заболел или еще что-то, значит, аналитик на время его отсутствия он его подменяет. Сейчас вот появится еще один человек, который, ну, как бы аналитик тоже освободит, чтобы он... Ну, если ты не против, я бы, наверное, у других коллег также спросил, а вот инхаус, какие силы задействованы под мониторинг? Понятно, что формы организации разные, здесь полностью инхаус, собственно, сок, да, то есть у, собственно, ТМК, насколько понимаю, это какая-то вот такая полусервисная модель, там, гибридная, да, и, соответственно, у Снежа группа тоже такая комбинированная получается. Спасибо, что убрали телефон, Максим, я так рад, что вы это сделали. Так вот, давайте кратенько там перебросимся на эту тему, что у кого в этом плане есть, сколько задействовано там человек для цели мониторинга в ТМК, сколько в Снежа, и сравним эти показатели, интересно же ведь? Бенчмаркинг такой. Интересно, но неправильно. Что неправильно? Сравнивать так вот в лоб, потому что, ну, разные структуры и разные организации здесь сильно от этого зависят, потому что, ну, я могу сказать, сколько в моей команде человек, это 16, у нас нет выделенного под именно направление, именно вот эти, вот ты занимаешься мониторингом, и ты им занимаешься. Нет такой задачи, у нас, на нас, в первую очередь, реагирование, это эксплуатация средств защиты, там перекликаются шарим задачи между командами, поэтому ответ 16, но это не означает, что это то же самое, ну, то есть в лоб эти цифры не сравнить. Ну, понимаю, да, то есть, может быть, есть какое-то ощущение, что там 20% трудочасов вот этих 16 человек уходит на организацию и сопровождение процесса мониторинга, и из этого уже можно посчитать какие-то вот ФТЕ условные. – Хорошая идея, займусь. – Спасибо тебе большое за это. – Да, Максим. – Я тоже скажу. У нас, действительно, согласен, нельзя сравнивать несравнимые вещи, потому что у нас мониторинг внешний, и у нас только команда реагирования, причем она распределенная. Если инцидент критичный, у нас три человека, это не их стопроцентная загрузка, то есть они просто всегда на связи и готовы в любой момент отреагировать в течение дня и ночи, и должны это сделать. Если говорить про распределенную систему, когда у нас идет эскалация инцидентов в регионы, то всего у нас в информационной безопасности 10 человек, то есть, ну, 7 из них в регионах, и там, в общем-то, у них СЛА реагирование в течение трех дней. Если 7 регионов, у нас в работе примерно около сотни инцидентов всегда находятся, поделить на 7 это получается где-то, сложный вопрос, ну, 15, наверное, да, и на 3 дня, то примерно на одного человека ложится 5 инцидентов в день, это такая незначительная нагрузка, которая его не сильно отвлекает от выполнения основных обязанностей. – Хорошо, спасибо большое. Ну, на самом деле, вот, пока мы отвечали на этот вопрос, второй вопрос, который тоже у нас проявился там в ленте, да, он адресован почему-то в ТМК, вот, но с учетом твоего ответа на предыдущий вопрос, не надо отвечать на него, я его задам Андрею. Спасибо большое, да. – А вопрос следующий. – С учетом того, какая сейчас, значит, аура кадрового голода повсюду, скажите, как вам удается удерживать персонал в вашем соке? – Ну, в первую очередь деньгами, конечно же. Вот, проблема была, у нас тоже была проблема, в определенный момент два оператора ушли в Новосибирск на более интересные там позиции, мы пересмотрели наши подходы и долго искали кем заменить, в результате пришли к выводу, что проще взять своих и научить, объявили внутри компании, что вот желающие могут перейти на более интересную работу, наверное, да, там, для кого-то, вот, взяли просто двух человек, одного из поддержки, второго из админов, и вот их натаскали, зарплата у них в принципе достаточно такая высокая, хотя по зарплате есть нюанс и нюансы связаны с чем, что, скажем, у большого руководства они не совсем понимают разницу между айтишником, да, там, скажем, и специалистом сока, то есть я пытаюсь до них донести, что специалист сок – это более многогранный специалист, да, потому что он понимает там и в сетевых вещах, да, и в СУБД, и в операционных системах, да, он может быть там не везде там до уровня там какого-то суперадмина, да, но он много чего знает, много чего умеет, ну, скажем, больше, чем какой-то обычный линейный специалист, поэтому зарплата у них должна быть, ну, как бы, чуть выше, да, как в свое время там в Советском Союзе в КГБ, да, там звания были там на ступень выше, да, вот, но тем не менее зарплата у них неплохая, и за счет обучения, за счет вот внедрения каких-то новых систем средств поддерживаем интерес, поддерживаем мотивацию и заинтересованность. То есть вы задействуете коллег, которые занимаются мониторингом, в том числе других процессах, для того, чтобы они не остывали, собственно, к тематике? Да, потому что у нас постоянно какие-то новые есть процессы, новые вещи, там тоже самое в СИЭМ подключаются какие-то новые там источники, которые требуют там где-то проскинуть мозгами, как правильно написать там всякие парсеры, да, там коннекторы, еще что-то, вот, и, соответственно, ну, тут дежурный оператор, он занимается, как бы, смотрит в консоли, реагирует, а остальные имеют возможность там вот в свои эти там два выходных, соответственно, повышать свою классность. Хорошо. Ну, и тут был, на самом деле, тоже вопрос, так как я попросил коллег писать вопросы, которые еще в процессе доклада, чтобы они успели до меня доставиться, был вопрос, какие процессы автоматизировались, связанные именно с АСУТП, все-таки тематика промышленный СОК предполагает связку. Мы пока не лезем с автоматизацией в АСУТП, потому что, как я уже сказал, вопрос очень тонкий, и здесь надо очень четко понимать, что мы будем делать, да, потому что неаккуратно что-то там заблокировав или отключив, мы можем нарушить весь этот процесс, ну, и ничем хорошим это не кончится, вот, поэтому мы ограничиваемся пока зоной ДМЗ АСУТП, да, через которую, собственно, все проходит, и вот, ну, на этом периметре, в принципе, будут, ну, сейчас в процессе внедрения, будем делать какие-то блокировки там, да, тех же самых вот админских сессий там, или привилегированных сессий, да, или еще каких-то коннектов, ну, которые мы понимаем, что они не критичны и напрямую не влияют на производственный процесс. Хорошо, спасибо большое, давайте поаплодируем Андрею. Лев, я добрался до микрофона, давай я тоже задам вопрос Андрею. Что еще раз? Вопрос Андрею задам. Нет, положи, пожалуйста, обратно микрофонное место. Спасибо большое, спасибо. Да, присаживайтесь. У нас тайминг просто подошел, будет возможность такая, не переживайте, пожалуйста. И у нас завершающий доклад, двойной, вот, да, то есть это будет происходить в паре Всеслав Соленек и Марина Воронина. Коллеги, всем добрый день. Я представлюсь, мне зовут Всеслав Соленек, я представляю здесь компанию AirVision, и мы сегодня вместе с Мариной Ворониной из инфосистемы Jet. Марина непосредственно руководит группой системы мониторинга, то есть той командой, которая строит соки в инфосистемах Jet. И мы сегодня хотели бы достаточно короткий, емкий, но интересный с нашей точки зрения кейс вам рассказать по построению сока с нуля. И не просто сока, а сервисного сока в промышленной компании. Вот есть, наверное, не у всех, не у всех было такое счастье, можно сказать, построить сок с нуля от начала и до конца. Будущее интегратором, вендором мы проходим этот путь. Когда нет ничего, нужно прийти, спроектировать, внедрить, построить, передать и так, чтобы это работало. Вот подобный кейс мы сейчас будем рассказывать. И отдельно слово сервисное означает здесь, что сок, который в том числе и предоставляет услуги сам. Марин, тебе слово. Сейчас. Это кликер? Все верно? Какая-то на детонатор похожа, если честно. Взрывай зал. Так. Особенностью нашего проекта является то, что это, как уже сказал Всеслав, это был сервисный сок. То есть мы построили не просто коммерческий сок, который покрывал инфраструктуру заказчика, но мы также построили и сервисный сок, который на коммерческой основе оказывает услуги своим дочерним компаниям. То есть мы получили коммерческий сок, и для того, чтобы оказывать на нем услуги, мы его еще и подключили к джет-сирту. Ну, потому что на момент внедрения у заказчика не было нужного количества специалистов. Таким образом у нас получился коммерческий сок, который подключен к другому коммерческому соку в рамках оказания услуг. Краткие характеристики проекта. Мы подключили источников с потоком событий где-то более 10 тысяч ИПС, но ближе к концу проекта было, наверное, скорее ближе к 15 тысячам ИПС. Автоматизировали три процесса сок и реализовали более 150 корреляционных правил. Ну и, конечно же, в самом IRP обеспечили обработку 50 типов инцидентов. Архитектура. Перед заказчиком стояла цель организовать услуги, сервисы по мониторингу, реагированию и анализу уязвимостей. Для решения этих поставленных целей нами были разработаны процессы по управлению активами, инцидентами и уязвимостями. Чтобы автоматизировать эти процессы, было выбрано технологическое ядро. В качестве IRP был выбран AirVision IRP и в качестве СИЕМа был выбран ArcSight ESM. Как я уже говорила, у заказчика на момент этого проекта не было достаточного количества людей для организации операторов, для организации первой и второй линии. Поэтому этот коммерческий сок был подключен к джетсирту, то есть он оказывает услуги и самому заказчику, и его клиентам. Да, и здесь дополню немножко. С точки зрения проекта, это достаточно стандартная история. Мы здесь видим люди, процесс технологии, классическую триаду. Но мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что когда мы делаем проект по построению сок, это не просто внедрить СИЭМ, внедрить СААР-систему. Это прежде всего достаточно серьезный консалтинг о том, как построить сам сервис, как построить процесс один, второй, третий, инвентаризацию, управление инцидентами, управление уязвимостями. И здесь на проекте выступает как команда аналитиков и консультантов, которые непосредственно строят процесс, так и команда инженеров, которые уже технологический стэк решают. Чуть подробнее про технологическую архитектуру сока. События, которые собираются в инфраструктуре нашего заказчика и в инфраструктурах клиентов коммерческого сока нашего заказчика, поступают в арксайт ESM, где, конечно же, настроен мультитенансы для разделения этих событий. Далее на основе правил корреляции, понятно, регистрируются инциденты. Их забирает AirVision ARP. Далее происходит обогащение. В основном из арксайта, чтобы вытащить какие-то дополнительные поля из корреляционных событий. Также еще возможно обогащение с каких-то инфраструктурных сервисов или СЗИ. В дополнение к этому мы настроили интеграцию с сервис-деском, чтобы ставить администраторам или владельцам систем задачи по реагированию. И, как я уже сказала, там был JetSirt, поэтому нужно было синтегрироваться с ними. У них тоже используется AirVision ARP. По сути, мы построили интеграцию между двумя AirVision. Это была двусторонняя интеграция, чтобы инциденты улетали от заказчика в JetSirt. Там они что-то меняют, обрабатывают инциденты, чтобы статусы были синхронизированы на поле карточек и так далее. Да, достаточно типовая, если не брать сверху MSP провайдера, достаточно типовая схема, в которой есть три базовых на самом деле элемента, с которых начинается практически любой сок, если строить его с нуля. Это выявление инцидентов, это реагирование на них и это взаимодействие с другими смежными подразделениями, для чего используется здесь сервис-деск. И в, наверное, большей части наших проектов это так и происходит. И что касается обогащения, здесь Марина подчеркнула, что основным источником на данном проекте был ArcSite, в том плане, что внутри плейбука мы обращаемся к ArcSite, чтобы уже дополучить для аналитика, который смотрит сейчас в интерфейсе ARP, дополучить конкретный контекст из событий, хранящихся в ArcSite. Но, как правило, мы также собираем обогащение и непосредственно с серверов SARM, пользуясь инвентаризацией, и сетевое оборудование из CZE. То есть все эти моменты, они присутствуют. Здесь, наверное, точка роста. В данном проекте мы использовали сценарный подход, как, в общем-то, и во всех наших проектах, где мы разрабатываем правила. Мы сначала определили актуальные угрозы, потому что мы хотели все-таки подойти осознанно к выбору правил корреляции, чтобы выбрать заказчику только полезный контент. Мы, по сути, построили модель угроз, определили эти актуальные угрозы и способы выявления их реализации, составили список сценариев, которые покрывают эти угрозы, разделили их на правила корреляции. Дальше мы взяли матрицу MITRE, выкинули оттуда те техники, которые не актуальны для IT-ландшафта заказчика и те техники, которые не подходят для правил корреляции в части регистрации инцидентов, потому что они дают много фолзов. То есть это техники ближе, наверное, к трэдхантингу. Этот SIRT тоже использует, JetSIRT, в рамках оказания услуг этому заказчику. Но для правил корреляции нам это не подошло, и мы это выкинули. Оставили только актуальные для заказчика техники, выявили способы выявления их реализации, наложили эти оставшиеся техники, способы на нашу сценарную базу. Получилось примерно, что у нас все совпало, конечно же, но мы добавили еще несколько правил корреляции, чтобы максимально возможно покрыть матрицу MITRE, потому что у заказчика было такое пожелание. Да, и здесь добавлю, что вчера у нас был доклад Григория Ревенко про как раз-таки матрицу MITRE и ATAC, и DEFEND, и ENGAGE. И здесь хороший пример того, что когда мы стартуем опять же с нуля, нам необходимо с чего-то начинать, с каких-то базовых, скажем так, лучших практик, либо наработок со стороны интегратора, консультантов. И здесь как раз-таки такой пример, когда коллеги из JETA пришли к заказчику уже со своими наработками, и на базе них, используя лучшую практику и адаптировав ее, получили то, что непосредственно подходит этому заказчику. Это достаточно интересная консалтинговая работа, которая, на наш взгляд, в каждом проекте по стране сока должна присутствовать. Мы также заранее подумали, как мы будем это реализовывать в ArcSite и в AirVision, всю нашу сценарную базу, которую мы разработали для данного проекта. Мы пришли к выводу, что нам достаточно будет организовать один плейбук в AirVision под все типы инцидентов. Это было осознанное решение, потому что, ну, самая основная причина все-таки заключается в том, что нужно было построить процесс управления инцидентами таким образом, чтобы он легко масштабировался. То есть сейчас услуги оказывают JetSirt, сейчас подключены какие-то клиенты к этому соку, все работают по этому процессу. Если уйдет JetSirt, процесс должен остаться таким же. Если подключаются новые клиенты, они должны легко подключаться к этому же процессу. И гораздо удобнее заказчику потом все-таки, если это будет единый процесс. Ну, в данном случае это единый плейбук. Ну и, конечно же, то, что это единый плейбук в AirVision, означает, что там одна карточка инцидента. То есть там нужно было все поля из корреляционного события, ну, из кейсов ArcSite, из инцидентов, сложить в одну типовую карточку инцидента. То есть нам нужно было подготовить правила корреляции таким образом, чтобы, во-первых, они корректно классифицировались в AirVision, а во-вторых, корректно раскладывались поля в карточке инцидента. Для этого мы ввели, тут, наверное, видно, нумерацию правил корреляции сценариев, ну, от 0.3, 0.5, вообще их там было довольно много, и разделили все поля по различным группам, там Source, Destination, Device и так далее. Ну и вот тут есть еще поле деталей. Да, и позволь добавить здесь, что данный проект еще характеризуется тем, что есть возможность одновременно разрабатывать базу корреляционных правил и непосредственно сценарий реагирования. В таком случае мы можем очень аккуратно разделить между системами, где логика максимально на стороне CM эффективна будет, где логика на стороне ARP системы. Поэтому мы на уровне CM смогли подготовить единую карточку и уже передавать ее в ARP и работать дальше с этой единой карточкой на различных типах, но при этом в одном плейбуке. У нас есть достаточно большое количество проектов, где мы приходим с построением сока на базе уже внедренного CM и в таких кейсах под разные типы инцидентов в оргсайте условном или в другом CM разный набор атрибутов, разный набор полей, и тогда эта логика делается на стороне уже ARP системы и делаются разные плейбуки, десятки плейбуков под разные типы сценариев. Такие варианты тоже реализуемы. Я еще одно дополнение вспомнила. Так как мы сделали маппинг на матрицу Митры, мы решили, ну почему бы не вписать это тоже в арксайт, вот тут в поле девайс кастом стринг 6, мы вписали номер техники, то есть все правила корреляции уже были смаплены, мы подписали все эти правила в арксайте. Сейчас у заказчика это используется только для того, чтобы отрисовать какие-то дашборды в арксайте именно, но в дополнение к этому можно потом передавать, ну это как варианты развития, можно передавать эту информацию в AirVision для дальнейшего обогащения и реагирования. Вот то, о чем Григорий Ревенко рассказывал вчера на своем докладе. Это скриншот карточки в AirVision, это на самом деле все одна карточка, просто она довольно длинная, ну тут поля, которые прилетают из арксайта, и там после обработки уже операторами первой линии серта. Итого, мы разработали около 50 сценариев инцидентов, что составило более 150 правил корреляции, покрыли 36 техник Митры, что составило около 77% из числа рекомендуемых нами к детекту. И наконец-то перейдем к процессам. Я хочу рассказать про процессы управления инцидентами и уязвимостями. Ну тут все довольно стандартно, процесс управления инцидентами, основные его этапы это регистрация, анализ, реагирование и постинцидентный анализ. И хочу поподробнее рассказать про эти этапы. Итак, инцидент, точнее события сначала поступают в арксайты, там на основе правил корреляции регистрируются инциденты. AirVision забирает, именно забирает эти инциденты, классифицирует их по той номерации, про которую я рассказывала. И далее происходит у нас обогащение инцидента, как я уже говорила, из арксайта. Назначается ответственный. В первую очередь назначается JetSirt, потому что они управляют всем этим процессом с инцидентами. Улетает инцидент к ним, но если в рамках обработки инцидента потребуется участие заказчика, например, для проверки легитимности какой-то активности, то в AirVision заказчика меняется ответственный на специалиста заказчика, но он так же, как и в AirVision CIRTA, автоматически назначается из пула доступных специалистов. Итак, когда инцидент прилетел в AirVision CIRTA, он автоматически распределяется на оператора первой линии. Там происходит проверка полноты атрибутов для базовой аналитики. При необходимости операторы заполняют карточку, если им нужно, дополняют какими-то сведениями из арксайта, к примеру, или из каких-то еще систем. Там же происходит проверка на необходимость связывания инцидентов. Если нужно, понятно, они их связывают в AirVision. Далее производится проверка на false positive. Если это false positive, то производится анализ, выдаются какие-то рекомендации, но чаще всего это просто изменение правила корреляции. Добавляется информация в карточку инцидента, инцидент закрывается. Если это не false positive, значит мы проверяем на легитимность. Саму проверку на легитимность выполняет заказчик, но JetSert отправляет им запрос на проверку. Если инцидент был классифицирован как легитимный, ну точнее активность была классифицирована как легитимная, то ставится соответствующая пометка в AirVision и, по сути, инцидент дальше закрывается. Если это была нелегитимная активность, то он классифицируется именно как инцидент. Далее заполняется карточка и отправляются рекомендации по реагированию, и мы переходим на стадию реагирования на инцидент. После регистрации базового анализа мы перешли к проверке необходимости запроса на легитимность. Тут, наверное, все-таки участвует вторая линия церта. Если это все-таки нелегитимная активность, то производится анализ, выдаются рекомендации, составляются стратегии реагирования, выдаются эти рекомендации заказчику, по сути, он их видит в карточке AirVision своего. Далее заказчик сам ставит задачу в Service Desk, ответственным каким-то лицам. Это могут быть владельцы систем или администраторы этих систем. для этого мы, в общем-то, и делали интеграцию с Service Desk, чтобы он из AirVision мог отправить эту заявку. Там все по стандартному процессу идет. Создается заявка, назначается ответственный и выполняет этот ответственный какие-то задачи, которые написаны на него. Что-то с микрофоном. И далее задача закрывается. Возможно, ему очень понравилось описание блочного процесса. Да, это чертовски интересно, поэтому все очевидно. Безумно просто. Давайте дальше. Проверяет заказчик, устранен ли инцидент. Если не устранен, то инцидент идет на стадию расследования. Это делает вторая линия церта. Если устранен, то инцидент закрывается с каким-то дополнением в карточке. Да, и здесь перед системой непосредственно стоят несколько задач. Первая из них – это сделать этот процесс бесшовным. То есть на стороне каждой из, скажем так, пользователей каждой из инсталляций, то есть со стороны сервис-провайдера MSSP, Jets и SIRT, со стороны заказчика в этом случае, не должно быть каких-то странных артефактов переходов. Две системы полностью интегрированы по API, у них синхронизированы и смаплены их справочники и специфика процессов и жизненного цикла с обеих сторон, со стороны MSP-провайдера, со стороны заказчика. И для каждой из сторон это выглядит бесшовным процессом, словно бы работа в единой системе в одном плейбуке. В свою очередь с платформой CM мы взаимодействуем здесь пулом, то есть мы забираем из нее инциденты. Но на других проектах, опять же, у нас есть кейсы, где со стороны CM в нас пушатся инциденты по API. Это может быть где-то целесообразней, чтобы убрать временной лаг, чтобы поработать с точки зрения нагрузки на базу. Но в данном случае это пул, это коробочный коннектор. И при мониторинге и анализе инцидентов, опять же, коллеги подготавливают определенную аналитику, статистику, и в том числе по реагированию направляют ее к заказчику. Процесс управления уязвимостями. Тут у нас было два варианта. Либо отдать это полностью в JetSea, где также есть услуга vulnerability management. Но у заказчика было необходимое количество специалистов. Они смогли организовать этот процесс собственными силами. Поэтому здесь нарисован только один AirVision. И это AirVision заказчика. Процесс довольно простой. Сканер отдает отчеты о найденных уязвимостях. Они при списании загружаются в AirVision. Заказчик производит анализ актуальности, выбирает уязвимости, группирует их каким-то образом, создает по ним инцидент. По сценарию автоматически отправляется заявка в сервис-деск, где указаны рекомендации по устранению уязвимости. Описаны вот эти хосты, описание самоуязвимости. В общем, все, что берется из карточки уязвимости, что нужно для ее устранения. В сервис-деске заявка назначается автоматизированно на нужную группу, которая будет устранять эти уязвимости. В общем, это ответственные администраторы, которые занимаются определенными классами систем. Задача выполняется, затем закрывается. Статус об этом прилетает в AirVision. То есть заказчик должен посмотреть в AirVision на вкладке инциденты и увидеть, что у него есть инцидент, открытый по уязвимостям, но у которого статус заявки в сервис-деске закрыт. Это значит, что нужно либо сейчас провести дополнительное сканирование, чтобы проверить, что все устранили, либо можно, конечно, подождать, когда это произойдет по расписанию. После проведения сканирования AirVision получает отчеты и можно проверить, если уязвимость устранена, то инцидент можно закрыть. Если не устранена, то нужно просто переоткрыть заявку в сервис-деске. Это также можно сделать сценарием. Да, коллеги, здесь со стороны системы есть несколько конкретных функций, которые позволяют упростить работу с уязвимостями. Первое – это автоматическая группировка, когда мы по определенному принципу, заложенному заранее, группируем те уязвимости, которые нужно направить в виде одной конкретной заявки в сервис-деск и назначить на ответственных специалистов. Второй момент – это возможность автоматически запросить у сканера уязвимостей провести рескан. Не везде это используется. Во многих проектах у нас четко регламентированное сканирование на уязвимости и, соответственно, технологические окна, там раз в месяц, например. Тогда мы просто ждем, если в данном кейсе мы можем предмет на конкретные машины просканировать, чтобы подтвердить и вовремя закрыть или переоткрыть заявку. И третий момент, который здесь не используется, но является точкой роста – это то, что есть пользовательский рейтинг, и приоритизация уязвимости может происходить в зависимости от критичности той инфраструктуры, где эта уязвимость найдена. От критичности информационной системы, сегмента, статуса и так далее. Для того, чтобы реализовать все эти процессы, мы настроили коннекторы. Это были как коробочные коннекторы, так и наши самописные. AirVision позволяет это делать. Коробочных, конечно, было гораздо больше. В части получения информации по инцидентам – это были коннекторы для ARC-сайта, MS Exchange и разработанный нами коннектор для обогащения к ARC-сайту. В части получения информации об активах – во-первых, основным источником являлся сам коллектор AirVision, который по расписанию сканирует сети. Также мы настроили коннекторы к Касперскому, MS-CCM и MaxPatrol 8. В части уязвимости – это коннектор к MaxPatrol 8. И в части сервис-деск – это был разработанный нами коннектор, потому что это не совсем распространенная на рынке система. Но в дальнейшем заказчик планирует переходить на другую систему, для которой у AirVision есть уже коннектор. И там все довольно просто настраивается. В принципе, достаточно добавить маппинг. Я не буду здесь что-то добавлять. Давай на следующий слайд, а то Лев уже хочет задавать вопросы. Да-да-да, все ровно так. Подведем итог. Хорошо. Я ускорюсь. Что же получил заказчик? Заказчик получил полностью готовую техническую инфраструктуру под ключ для оказания услуг SOC. Получил разработанные процессы для оказания этих самых услуг. Причем мы обучили заказчика, как работать по этим процессам и вообще как работать и в WorkSite, и в AirVision. И заказчик получил готовую организационно-штатную структуру. Но пока что силами джет-серта, но упорно пытается набрать людей на первую и вторую линию. И в рамках взаимодействия с джет-сертом они как раз-таки учатся и работе по процессам, но и в целом работе на первой и второй линии SOC. Да, на этом, наверное, все. Стоит подвести общий итог с нашей стороны. Для нас, если перешли следующий слайд, я скажу лишь то, что у нас есть, как у вендора, целый ряд партнеров, с которыми мы вместе строим подобные проекты. И нужно понимать, когда вы приступаете к подобному проекту, как минимум четыре главных момента, которые я здесь подсветил. Первое о том, что это комплексный проект. То есть у вас будет много процессов в рамках построения SOC. У вас будет множество решений, которые нужно интегрировать друг с другом. И множество вовлеченных подразделений, с которыми нужно придумать, как вы будете общаться через уведомления, телеграм-боты по почте, через интеграцию с сервис-деском и прочее. Любой проект обязательно должен состоять из трех главных элементов. Это опыт людей, которые это строят. То есть компетенции, которые у вас либо внутри есть, либо вы их привлекаете, так сказать, на аутсорсинг. Стэк продуктов, которые вы выбираете разумно, потому что вам с этим жить много лет и, соответственно, пилотировать, смотреть на практики, что продукт вам подходит и решает ваши задачи. Не решаемый, а реально решает. То есть не маркетингово это происходит. И команда внутри. Очень важно, чтобы ваша команда была вовлечена в процесс построения и обучена, и понимала, что и как, каким образом делается, потому что именно этой команде предстоит работать с тем, что после ухода с проекта, проектная команда передаст в эксплуатацию. Стратегия может быть разная. У нас есть проекты, где мы комплексно строим сок и конкретно проваливаемся в каждый из процессов. Или мы начинаем, например, с управления инцидентами, потом постепенно в следующем году, например, переходим к управлению изюмностями и так далее. И самое главное, что построение сока, как и его эксплуатация, это neverlanding story. Это практически бесконечная, постоянная модернизация, перестроение, адаптация. Но важно на какой-то момент фиксировать конкретный достижимый результат, измеримый, и его достигать. Строить процесс, фиксировать результат и конкретные метрики его достижения проверять. Не буду рассказывать последний слайд. Лев, мы закончили. Спасибо большое. Спасибо большое. Ты закончил, как классический Тони Робинсон, чтобы процесс функционировал, надо его строить, мерить и достигать. Я благодарен. Давайте поаплодируем коллегам. Это было продолжительно, как минимум. Один микрофончик я прошу оставить на стол, потому что все-таки все мы вместе здесь сегодня собрались. У меня буквально там пару ремарочек. Был потрясающий слайд, где вы демонстрировали структуру папочек в Арксайте. Это прямо вот он, произведение искусства. И отдельный респект за то, что все-таки в нашем импортозамещенном обществе все-таки делается на текущий момент интеграция с Арксайтом. Это потрясающе и правильно. Ну и, конечно, большой респект компании AirVision за первую в мире и удачную интеграцию собственного продукта с собственным продуктом. Это было очень сложно. Не поверю. Я уверен в этом. Два года разработки. Мы как джет им помогали, кстати говоря. А? Что? Мы как джет им помогали. А, вы помогали, да? То есть в интеграции? Конечно. Самим справиться с задачей по интеграции самим с собой. Потрясающе. Коллеги, тогда давайте еще раз поаплодируем. И перейдем к сессии вопросов. И тут первый вопрос, насколько я понимаю, был у Антона, да? Готов? Давай, давай. Так, коллеги, спасибо за доклад. Извините, может, за такой вопрос. А зачем здесь ERP, кроме того, что это удобно джету? Я честно не понял. Вы сказали о том, что у вас автоматизировано три процесса. Что это за процессы и как это вы сделали в одном плейбуке? Автоматизировано у нас три процесса. Это процесс управления уязвимостями, активами и инцидентами. А в чем автоматизация? В чем автоматизация? Ну, то, что это как минимум в AirVision не работает. Ну, наверное, в том, что вот то, что все было на схемах, все шаги процесса, они происходят в системе, и большая их часть происходит автоматически. И человек, как рассказывал Андрей, кстати, очень хорошо, цели внедрения ERP, человек не тратит на эту рутину времени, и реагирование происходит там не за полчаса, а за несколько минут. По крайней мере, вот эти шаги, которые в системе. Ну, ладно, давайте уж потом тогда поспорим. Там процессы бизнеса, там, оценить фолз-позитив или не фолз-позитив. Система, наверное, это не делает. Альтернативой является почта, и если посмотреть на то, насколько это было построено, обмен по почте, человеческий фактор, читаемость писем и прочее, и работа с понятной карточкой, нормализованной и дедуплицированной, это, ну, совсем другое дело. Скорость, опять же, работа аналитиков по той же самой задаче. Даже что она человеком делается. Ну, все-таки стоимость автоматизации почты, в данном случае, наверное, такой вопрос интересный. Есть еще вопрос, как раз-таки пришедший в замечательный чат-бот. Да, прям вот практически сейчас, процитирую, было сказано, что при управлении уязвимостями создаются тикеты для их закрытия. Да? Фиксируйте мысль. Хорошо. По каждой уязвимости создается тикет, так? По каждой уязвимости. По группе уязвимостей, которые можно по каждой уязвимости. Короче говоря, есть разные варианты. Может создаваться тикет по группе уязвимостей по какому-то хосту, или вы можете все-таки по какой-то уязвимости одной сгруппировать все хосты ваши. Ну, все, в общем, зависит от сервис-деска, то есть, скорее, от линий, которые это обработают. То есть, это операторы, администраторы, которым будут назначаться эти заявки. То есть, если у вас есть разделение, что есть отдельно админы винды, отдельно админы линукса, вы можете просто сгруппировать ваши линуксовые хосты по одной уязвимости и создать по этой группе уязвимостей инцидент. Ну, и, соответственно, создается тикет, который улетает в сервис-деск. Да, удобнее создавать по одной уязвимости один тикет, но группировать все же хотя бы по хостам или по софту, по информационным системам, как там уж решите. Там сложен составной вопрос, так как вы правильно сказали, что проще создавать тикеты, то следующая часть вопроса – насколько сильно администраторы рады сотням и тысячам тикетов, и что делать, если конкретный тикет неисполним? То есть, уязвимость для конкретной системы не закрывается. Чего дальше по процессу делается? Если… Ну, во-первых, администраторы, наверное, не очень рады, но, как я уже рассказывала, там есть такой маленький квадратик, который называется актуализация, точнее, выявление актуальных, наверное, как-то так, уязвимостей. То есть, во-первых, вы можете в рвижне настроить вот этот внутренний скоринг, про который рассказал коллега, или вы можете сами каким-то образом определить, какие уязвимости наиболее актуальны для вас, и начать создавать инциденты, во-первых, по ним. Ну, инциденты и тикеты в сервис-деск. То есть, в нашем проекте мы не заметили какого-то наплыва огромного уязвимостей в администраторов. Пока что, если честно, никто не приходил и не жаловался. Во-вторых, можете повторить оставшуюся часть вопроса? Давай я, может быть, подхвачу здесь. На самом деле, надо понимать, что в этом проекте процесс инцидент-менеджмента уже полностью запущен, процесс уязвимости еще тюнится, хотя проект закрыт, но тем не менее он тюнется. И я возьму просто, к примеру, другой проект, который мы сейчас реализовали, в котором, как это построено? Есть информационные системы, за которые отвечают конкретные администраторы, соответственно, группируется пачка уязвимостей, все, которые относятся к хостам, входящим в эту информационную систему, уходит один тикет. Допустим, там, не знаю, 50 уязвимостей. Из них там 35 ставится патч, 15 остается, потому что на них патча нет или невозможно поставить. Это дело возвращается обратно. Ну, тикет как бы закрывается, с соответствующей резолюцией, вот эти 35 закрыли, вот эти 15 остались. Те 15, которые остались, они уходят на сервис-провайдера, сервис-провайдер, в свою очередь, смотрит, можно ли дать какие-то рекомендации, в случае, если патча нет. Например, где-то что-то закрыть, где-то что-то еще. И возвращает второй раунд рекомендаций, в тот же тикет уходит, что вот по этим 15 предлагаем вам такую рекомендацию по их митигации. И дальше, если какие-то из них не закрыты, это возвращается в Revision, и помечается то, что уехало на принятие риска, и если принят риск, то уязвимости помечены, как принят риск. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, коллеги. Так, ну давайте это, честно говоря, в чат-боте уже больше нет каких-то актуальных вопросов. Вот есть вопрос по поводу оценки стоимости услуг сервисного сок для дочерних компаний, но, как вот мы выяснили там в предыдущих вопросах, это вряд ли актуальнее для кого-то из присутствующих. Поэтому давайте запросим у вас, может быть, что-то есть, что интересно. К любому из участников, все сейчас здесь и готовы отвечать на ваши вопросы. Сколь угодно сложные. Пожалуйста, возьмите руку, может быть, издайте какой-то звук. Я постараюсь вас увидеть и прийти на этот звук. Спрыгну прямо со сцены к вам. Нету? Все понятно? Все хорошо? Все устали? Ну, что логично, при последовательном описании блочного процесса реагирования на события и инциденты, а также уязвимости, в целом это дарит внутренний драйв и уверенность в нашем будущем, но вряд ли придает сил для дальнейшего посещения секции. Ну что ж, коллеги, мне было очень приятно вместе с вами здесь сегодня находиться. И очень было интересно послушать всех докладчиков. Определенно точно это так. И я бы хотел, наверное, в заключительной части дать возможность всем участникам сказать, а чем же все-таки промышленный сок у нас отличается от других организаций в этом плане. Вот из того, что вы сегодня слышали, что вы думаете, чем отличается промышленный сок на вашем собственном опыте? Максим. Да, есть вопрос? Хорошо. Сейчас все коллеги пройдут и скажем. Как уже говорилось, промышленный сок, он отличается своей, скажем так, безобидностью к инфраструктуре. То есть он сигнализирует, но не блокирует. Такой вялый, не очень активный парень, да, то есть который... Да, да, он как бы показывает пальцем и говорит, что парни, там что-то происходит, идите разбирайтесь. Хорошо. Вяленький так, да, хорошо. Все, Сталб. Да, с нашего проектного опыта у нас есть несколько кейсов с соками СУТП, и, как правило, промышленный сок отличается тем, что действительно, скажем так, главным свойством является непрерывность процесса, а не его там конфиденциальность или что-то еще, доступность процесса. И в этом случае мы не можем инвазивно какие-то операции проводить на инфраструктуре СУТП, но мы можем ее инвентаризировать, мы можем правильно распределить задачи в рамках определенного сценария на тех людей, которые должны что-то делать. И, опять же, есть несколько источников по получению каких-то алертов, с которыми можно интегрироваться, и мы интегрировались и получать оттуда инциденты, далее распределяя. То есть самая главная проблема это то, что ты ничего автоматически, скорее всего, там не сделаешь, в отличие от КСПД, где ты можешь. Ну, иными словами, вы поддерживаете Максима, да, то есть вся эта тирада, она была просто в подтверждении. Спасибо большое. Марина. Давайте дальше передадим. То есть ARP не нужен, да? Нет, я к такому не приходил. Я как бы вбрасываю. ARP нужен, потому что организационка занимает большую часть времени реагирования, и мы это видим всегда практически. Давайте мы лучше организовать людей сложнее. представителю, собственно, вендора ARP, дадим вам возможность ответить на вопрос. Вот. Все-таки, ну, чем же отличается промышленный сок, на ваш взгляд, как сервисного провайдера? Ну, я, наверное, от... Во-первых, соглашусь с коллегами, потому что это очевидно, что это так. От интегратора, наверное, только добавлю, что сложность архитектуры заключается. Собрать события с сегмента СУТП весьма сложно. Во-первых, там сложные источники, их тяжело подключить к СИЭМу, и, ну, да, реагировать там нельзя. И очень сложно попасть в этот сегмент, потому что он изолированный, нужно придумать какую-то хитрую архитектуру, и плюс еще это все КИИ, вам нужно поставить именно российские продукты, иногда заказчики любят что-нибудь подешевле выбирать. Мне интонация так понравится, российские продукты. Я люблю российские продукты. Я люблю. Мне очень нравятся некоторые российские СИЭМы, конечно же, ну, и ARP. Ну, в общем, от интегратора, да, я резюмирую, что это сложность архитектуры и сложность попадания вообще в этот сегмент СУТП. А еще люди там такие непростые тоже. Да. Да ужас вообще. Класс. Давайте дальше что-то, да? Спасибо. Собственно, я, наверное, с коллегами соглашусь, они уже большую часть вещей сказали. Единственное, наверное, я бы еще добавил, что промышленный сок, он позволяет, ну, как в подводной лодке, да, когда мы видим какое-то, что-то происходит в каком-то сегменте СУТП, мы можем его изолировать, как отсек, да, в подводной лодке, и там они будут бороться за живучесть, но мы при этом сможем предотвратить дальнейшее заражение, какое-то, распространение этого инцидента на другие секунды. Ну, то есть эти непростые люди еще и бесчувственны, если что, от части корабля спокойно избавиться. Спасибо большое, Андрей. Хорошие, да, резюме. Тимур? Собственно, полностью солидарен с коллегами. Технологический сегмент, он отличается нюансами архитектуры, как говорила Марина. Собственно, довольно сложно получить какой-то доступ к решениям для проведения инвентаризации или какого-то активного сканирования. Таких решений, в принципе, в технологическом сегменте не применяется. И, как правильно говорили коллеги, управляющие воздействия или какое-то автоматизированное реагирование, в принципе, там невозможно, потому что достаточно высокие риски. Хорошо, хорошо. Так, Алексей? Да, ну, тут, наверное, все сказали уже. Я разве что добавлю, что по нашему опыту сервисного провайдера мы наблюдаем крайне медленные движения, на самом деле, по вектору запуска промышленного сока. К тому есть ряд причин, которые, опять же, озвучили. Это устаревшие системы, это сопротивление, обоснованное со стороны сотрудников технологического сегмента и так далее. Так, и Антон, финализируй, пожалуйста. Я по-другому скажу. А мне кажется, ничем не отличается. Что? Ничем не отличается. Ничем не отличается? Ну, это все небольшие особенности, которые есть. Ну, а коллеги так вот немножко поспорить, да, А в банковской сфере думаете, в процессинг можно так просто войти и что-то автоматизировать? Степень там зрелости, смены. Ну, я просто работал в банке. Там такое же устаревшее есть операционная система, там есть золотые коровы, есть везде, которые сложно строгать. Я бы сказал, что, наверное, а, степень зрелости. Ну, там могу согласиться с этим замечательно, но, по-настоящему, мое личное мнение, что принципиально в большинстве подходов это одинаковые процессы, только там особенности небольшие, проблематики. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Давайте поаплодируем нашим замечательным которым выступали сегодня. Что у нас получилось? У нас получилось, что, значит, я помню, Антон, что ты считаешь, ничем не отличается, но другие коллеги считают, что, значит, промышленный сок более пассивный, подтверждаем это, собственно, и очень сильно автоматизировали с помощью ERP одноименной компании. Вот. Собственно, в этом пассивном соке работают непростые люди, которых непросто смотивировать на то, чтобы подключить эти устаревшие, непростые, отвратительные источники событий, которые еще к тому же должны быть и русские, черт подери. Вот. Промышленный сок отличается безразличностью и жесткостью в принятии решений. Он чуть что, значит, и сам весь в космос как капсулы, короче, выстреливает, так и всех, кто там находится, тоже готов. Собственно, возражений к этому нет у остальных коллег. Антон считает, что все это не так и все нормально, короче, в этом плане. Хорошо. У нас есть финальный вопрос. Вот, да. Слава Тупикову, JSOC. После всего, что вы резюмировали, мой вопрос, наверное, уже как-то не в тему. Спасибо большое. Закрываем секцию. Да нет, я уйду. Окей. Я хотел бы тогда к вашему резюме еще добавить. Можно? Несмотря на то, что пассивно и так далее, все, что озвучили, если мы посмотрим историю всех атак на скады, которые прошли, посмотрим на техники и тактики, они же обычные, такие, как и в корпоративном сегменте. Это то, что общее и то, что не отличается. Да, это свои собственные сегменты со своим собственным миром, которые никогда не знали, что такое информационная безопасность. В большинстве систем скады нет даже аудита, и вы никогда не сможете их подключить. Но мой вопрос был не в этом. Мой вопрос был к последнему докладу, к Jet с AirVision. Вот вы клево описали все эти процессы, но после доклада складывается впечатление, что вы создали красивый интерфейс интеграции. А всю мощь платформы СОАР, АРП, ее как-то не видно. Ну вот кроме вот этих вот полтора процесса, фактически вы просто передаете информацию. Ну да, ну полтора, ну честно. Вот где вот эта вот вся мощь с активами, что мы все увидели, собрали и автоматизировали, забрав все, и волшебство. Было? Где волшебство? Коллеги, я немножко сокращу, потому что тирану повторить невозможно. Где волшебство? Давайте кратенько, две минутки буквально, даже минутку, даже 30 секунд. Волшебство было, но на слайде не поместилось, потому что мало времени. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Давайте еще раз поаплодируем, и мы поаплодируем вам. Вы выдержали это. Это целых два часа сурового, странного контента, поэтому я был рад с вами вместе здесь находиться. До свидания.